Петербург доставлен крест Андрея Первозванного. Святыню привезли из Греции специальным авиарейсом на самолете Министерства обороны. Реликвию вынесли в Большом Киоте, он сделан специально для таких путешествий. Греческую делегацию во главе с митрополитом Патровским Хризастомом в Пауково встречал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и священнослужители. Святыня впервые покидает пределы собора города Патры, где, как принято считать, в 70-м году от Рождества Христова на этом кресте распяли апостола Андрея Первозванного. Сегодня утром на площади перед греческим собором, названным в честь апостола, собрались верующие, чтобы проводить святыню в Россию. Священники Русской и Элладской церквей вместе провели утреннюю литургию. Затем крест из храма вынесли солдаты греческой армии и торжественно под звуки военного оркестра повезли в аэропорт города Патры, откуда борт взял курс на Петербург. Петербург носит имя святого апостола Петра. Святой апостол Андрей был его братом. Именно золотой ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея был положен в основании нашего города. Поэтому такая незримая символическая духовная связь сегодня и исторически также имеет свое значение. Уже по прибытии в Пулково прямо в аэропорту отслужили молебены, и все желающие смогли приложиться к святыне. Считается, что крест способен творить чудеса, исцелять тяжелобольных и одержимых злыми духами. Ну а в эти минуты православные святыни уже в Казанском кафедральном соборе. Торжественное богослужение, парадное убранство храма, толпы верующих и особые меры безопасности. Подробно о том, что происходит сейчас у собора, расскажет Ольга Тонконогова. Она на прямой связи со студией. Ольга, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Игорь. Сейчас уже можно подойти к кресту Андрея Провозванного. Доступ к нему будет открыт в 22 часов. Впрочем, если поток желающих будет намного больше, тогда Казанский собор откроют на круглые сутки. Сегодня около 6 часов вечера саркофаксы и литвы привезли к западному входу. Там крест встретили лично, патриарх Сеаруси Кирилл. Затем священнослужители торжественно пронесли святыню через весь храм. Те верующие, которые стояли в первых летах, пришли сюда за три часа до начала литургии. Все священнослужители в проличном облачении встречи креста Андрея Провозванного в России начинается празднование 1025-летия Крещения Руси. Об этом в своем обращении сегодня говорил Патриарх. Будем бориться о том, чтобы мера православная, которая прошла через множество испытаний в течение этих 1025 лет, оставалась живой, действенной, актуальной в жизни современных людей. За безопасность святыни отвечают около сотни полицейских. Изменены маршруты общественного транспорта вокруг Казанского собора. Сам крест застрахован на 10 миллионов евро. Первыми сегодня позвониться ему смогли патриарх, митрополит, глава РЖД Владимир Якунин, который руководит учительским советом фонда Андрея Провозванного. Именно эта организация привезла великвию в России. Крест Андрея Провозванного пропустит в Петербурге до 15 июля. Затем отправится в Москву, Минск и Киев. Игорь? Спасибо. Спасибо Ольге. Ольга Танканогова сейчас у Казанского собора. Туда сегодня наставили христианскую святыню. Крест Андрея Провозванного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова